В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Городская достопримечательность или место для купания? Кто должен отвечать за состояние фонтанов? Повышая престиж рабочих профессий. В Центре культуры и досудовнив прошел выпускной студентов Саровского политехникума имени Музукова. ЗОЖ-ФЕСТ. Педагоги и воспитанники Центра внешкольной работы провели фестиваль здорового образа жизни. Далее расскажем обо всем подробно. В рубрику «Городской дозор» обратился Саровчанин, обеспокоенный состоянием фонтана около драматического театра. Вода, по мнению мужчины, в нем грязная, дно покрыто илом. К тому же в фонтане в жару купаются дети, что категорически запрещено по технике безопасности. Кто должен следить за городским объектом и поддерживать в нем чистоту, выясняла наша съемочная группа. Денис проходил мимо фонтана в Новом районе в понедельник. Это день профилактики, когда фонтан не работает. Мужчина обратил внимание, что вода в нем грязная, а фонтан никто не чистил. Очень много грязи, очень много слизи, бычков, что только не плавает, что только не находится в нем. И в данный момент там купаются маленькие дети, хотя это запрещено. Но так как контроля нет, я к ним подошел, спросил, зачем вы это видите, здесь кругом одна грязь. Они сказали, что мы закаляемся, а грязь, мы ее не пьем, вроде как бы отгоняем ее от себя. Денис считает, что поскольку фонтан в Новом районе излюбленная зона отдыха горожан и особенно приятно приходить туда с маленькими детьми, поддержанию чистоты в этом месте нужно уделять особое внимание. Видимо по состоянию воды, то есть там видимо, что она уже давно стоит, значит он уже давно не работает. Потому что при рабочем фонтане она бы циркулировала, то есть как бы все равно почище. А то там такой налет, то есть она стоит уже видимо очень давно. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, фонтаны в Новом и Старом районе обслуживают две разные организации. По контракту объект очищаются со сливом воды один раз в месяц. В театральном сквере такой слив произошел, его почистили, вчера воду там уже налили и он в штатном режиме уже будет работать. Фонтан за зданием администрации будет очищен на следующей неделе. Также управляющие компании периодически вылавливают мелкие мусор из воды. Горожане могут сообщить о загрязнениях фонтанов по телефонам обслуживающих организаций. По поводу мусора в фонтане на проспекте Мира нужно звонить по номеру 7-83-39. Насчет фонтана у театра 9-82-22. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В Центре культуры и досуга вне в прошел выпускной Саровского политехнического техникума имени Бориса Глебевича Музрукова. В этот день будущие операторы станков, электромонтеры, технологи прощались со своими преподавателями и друзьями. Впереди у вчерашних студентов взрослая жизнь. Кто-то пойдет в армию, кто-то поступит в институт, а кто-то уже в ближайшее время станет работником одного из городских предприятий. В этом году стены учебного заведения покидают 207 человек. Из них 51 закончил техникум с отличием. По СПТ такой результат впервые в истории. Ребята к нам уже поступают с более хорошими знаниями, с хорошими аттестатами и развиваются во время учебы. Рабочая профессия всегда была и будет востребована в любом государстве. Практически каждому предприятию нужны люди, которые умеют работать руками и могут разобраться со сложными механизмами. В том числе такие люди требуются и ядерному центру. Сейчас перед нами сайта очень большая амбициозная задача. Не только в рамках Российской Федерации ядерного центра. Это гражданская продукция, это был собранный заказ, но и в рамках Российской Федерации. Это мы все знают в выступлении. И президенты, и премьер-министры на всех уровнях говорят, что самое главное – это рабочая профессия. Техникум уделяет большое внимание не только учебной подготовке своих студентов, но и раскрытию их творческих способностей. Свои таланты выпускники продемонстрировали во время выпускного вечера. Когда-нибудь успех придет, вы нами сможете гордиться. Для многих выпускников годы учебы в техникуме навсегда останутся в памяти, как самое лучшее время в их жизни, которое подарило им новых друзей и дало толчок к дальнейшему развитию. Все четыре года обучения в техникуме – это как сказка, как путешествие, за которое я мало того, что стал, если не мастером, то первоклассным специалистом. Помимо этого, я нашел настоящих друзей, с которыми по жизни я уверен, что я буду дальше общаться. Хорошие теплые воспоминания, потому что очень хороший дружный коллектив, наша группа, хорошие преподаватели. Все было на протяжении четырех лет, очень было приятно ходить на учебу, пары проходили очень здорово, весело, есть что вспомнить. Помимо образования в техникуме, я получил новых друзей, научился петь, меня заметили разные преподаватели по вокалу. Там очень круто учиться, лучше, чем в школе. Я не хочу оттуда ходить. Приятным сюрпризом для выпускников и их родителей стало выступление творческих коллективов Центра культуры и досуга в НИЭФ. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Начались подготовительные работы по благоустройству места отдыха на озере Протяжном. С 1 июля стартует сбор предложений, в которых горожане могут высказать свое мнение о том, какие объекты должны появиться на этой территории. На втором этапе будет запущено открытое интернет-голосование по определению приоритетных проектов, а также встреча с общественностью. По их итогам будет сформирована заявка на бюджетное финансирование. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До конца октября в Сарове отремонтируют полтора десятка дорог. Контракт на выполнение соответствующих работ опубликован на сайте госзакупок. Дорожное покрытие обновят на улицах Курчатова, Родищева, Садовой, Довиденко и других. Полный перечень дорог, которые будут ремонтировать, можно посмотреть на сайте госзакупок. Помимо дорожного полотна, рабочие приведут в порядок лестничные спуски, тротуары и, где это требуется, заменят бордюры. Начиная с июля, неработающие родители и опекуны воспитывающие детей инвалидов и ухаживающие за инвалидами с детства первой группы будут получать повышенную ежемесячную выплату. Теперь размер пособий составит 10 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем было до пересчета. Ранее размер пособий составлял 5,5 тысяч. Для тех, кто уже получает эту выплату, ее пересчитают автоматически. В конце июля на Монастырской площади осветят Успенский собор в Саровской пустыне. Саровщане, которые хотят помочь в проведении мероприятия и поучаствовать в патриаршем богослужении, могут обращаться к куратору по работе с молодежью в Саровском благочении Денису Федюнину. По номеру 8-950-602-3002. Требуются волонтеры в возрасте от 18 до 35 лет. Напомним, 31 июля патриарх Кирилл приедет в наш город, чтобы осветить Успенский собор. Саровская полиция напоминает о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру и подтвердить учетную запись в многофункциональном центре. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлины действует скидка 30%. Также использование порталу госуслуг позволяет значительно сэкономить время и не сидеть в очередях. Шесть тематических площадок, фото-зона, спортивные состязания, беседы о правильном питании и многое другое. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на площадке на улице Силкина прошла встреча под названием «Навигатор ЗОЖ». Педагоги и воспитанники клуба здоровья и центра внешкольной работы рассказали ребятам о секретах здорового образа жизни. «Опенсама» или «Открытое лето» – под таким названием в каникулы будет работать дворовая площадка центра внешкольной работы на улице Силкина. Темой этого сезона стал «Здоровый образ жизни». «На нашем фестивале мы личным примером докажем, что жить и поддерживать здоровый образ жизни – это классно, круто и модно, самое главное». Активисты клуба здоровья для фестиваля подготовили шесть тематических площадок – спорт, граффити, фотозона, здоровое питание, лайфхаки. Анастасия Андросова рассказывала мальчишкам и девчонкам о том, что помогает вести здоровый образ жизни. Например, под то, что нужно посещать врачей каждый год, полгода. Или, например, что нельзя копить в себе обиды. То есть нужно высказывать всё открыто и не копить никогда в себе, потому что потом это будет выявляться в более худшей форме. Также в течение вечера участники состязались в спортивных конкурсах, вспоминали знакомые стихи про здоровый образ жизни, отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Очень понравилось. Я здесь хотя бы первый раз, но было очень интересно, особенно станции про питание, про спорт. Я хочу приехать сюда ещё раз. У нас сегодня был праздник. Мы ходили по площадке, у нас были разные тесты, мы снимались на фото, ещё нам рассказывали, что можно есть, как надо питаться, ещё нам рассказывали всякое про спорт, про баскетбол. Мне здесь очень сильно понравилось. В конце фестиваля все ребята получили дипломы и памятные подарки. Следующая встреча в рамках проекта «Дворовая практика» пройдёт в середине июля. Для ребят проведут мастер-класс по танцам. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Активисты клуба общения «Лотос» запускают городскую акцию «Чемодан чепухи. Превратим в коробочку радости». Её цель – собрать ненужные вещи, игрушки, статуэтки, различные поделки и сувениры, которые впоследствии будут выставлены на благотворительной ярмарке продажи. За символическую сумму каждый желающий соровчанин сможет приобрести себе любую понравившуюся вещь. Все средства, вырученные от акции, пойдут на издание первого в Сарове литературно-поэтического сборника «Одарённых молодых людей-инвалидов». Подробности далее. Акция «Чемодан чепухи. Превратим в коробочку радости» в Сарове проходит в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих. Второй раз». Инициаторами выступили воспитанники клуба общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». В проекте могут принять участие все желающие. «У каждого из нас дома или в офисе есть приятные мелочи, которые вроде бы жалко выкинуть, но уже и пыль собирают, и уже и поставить-то некуда, и хранить негде. Вот мы решили дать таким вещам вторую жизнь». Принести в молодежный центр можно магнитики, брелоки, прихватки, рамки для фотографий, сувениры, статуэтки, декоративные поделки и многое другое. Главное, чтобы все вещи были чистыми и не поломанными. «Благодаря этой акции каждый желающий может стать как раз активным участником большого нашего проекта «Благотворительный марафон. Город единства непохожих». Тем самым внести свой вклад, поддержать одаренных молодых людей-инвалидов, потому что одна из задач благотворительного марафона – это как раз сбор средств в поддержку одаренных молодых людей-инвалидов. Любой желающий может прийти, что-то выбрать за чисто-инвалическую плату, ну и забрать понравивший сувенир себе на память». Средства, вырученные от акции, пойдут на издание первого в Сарове литературно-поэтического сборника «Одаренных молодых людей-инвалидов». Принести вещи можно в молодежный центр с 8.30 до 17.30 в кабинет 218 до конца октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 99-118. Библиотека имени Маяковского объявляет старт всероссийской акции «Комикс-микс. Атомная сборка». Пройдет она во всех городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Участникам акции предлагается создать комикс на тему истории атомных городов из нескольких изображений, которые отразят специфику города. Всероссийская акция «Комикс-микс. Атомная сборка» проходит в три этапа. Первый – подготовительный. В нем участникам предстоит собрать литературные основы, сюжетные линии на базе городских легенд и исторических фактов. Потом уже перевод его в формат рисунка. Это уже второй этап. А потом мы будем отправлять координаторам этой акции. Комиксов должно быть, иллюстрации должно быть от трех до пятнадцати изображений. И они могут размещаться не более двух листов формата А4. Проект «Комикс-микс. Атомная сборка» пройдет во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Инициатором акции стали специалисты библиотеки города Железногорска. Всем, кто любит наш город, кто уважает его историю, культуру, мы активно приглашаем принять участие в акции, всероссийской акции «Комикс-микс. Атомная сборка». Работы будут приниматься в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского с 15 сентября до 10 октября. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Все работы участников опубликуют в книге «Атомные города». Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Продолжение следует...